Жители Красноармейской улицы больше не утонут. На днях коммунальщикам удалось избавиться от огромной лужи, которая образовалась у дерева перерабатывающего комбината. Забитая ливневая канализация теперь чиста, а пешеходы и автолюбители могут смело строить свои маршруты через этот участок города. 10 кубометров песка. Именно столько пришлось убрать рабочим при прочистке этой ливневой канализации. При обследовании объекта стало понятно причина образования огромной лужи. На Красноармейской забитые стоки, за уборку которых раньше отвечал только деревообрабатывающий комбинат. Приедет здесь луж не будет. Другое дело, что все засоряется, надо отслеживать. Мы сегодня создали специальное подразделение по ливневым стокам при Любрецком водоканале. Поэтому стоит задача в городе держать и порядок, и чистоту, и желательно, чтобы не было луж. После промывки стоков по улице теперь смело могут передвигаться как автомобилисты, так и пешеходы. Для того, чтобы устранить море на Красноармейской, коммунальщикам пришлось проделать сложную работу. Ведь большая часть канализации проходит через территорию комбината. Работы еще не закончены. Мы будем продолжать осуществлять обслуживание, эксплуатацию и промывку этой ливневой канализации. Потому что очень много песка и иловых отношений есть, отложений есть на самом предприятии. Здесь городской округ окажет помощь предприятию ДОКУ-13, чтобы на территории тоже осуществить чистку. Это уже четвертая крупная победа над затоплениями Любрецких дорог. Подобные работы проводились на третьем почтовом отделении улицы Кирова и рядом с торговым центром выходной. В текущем году власти планируют прочистить и другие критичные ливневки округа. Анна Троян, Митрий Розянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова